Всем привет. Великобритания, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Англ, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Единое Королевство Великобритания образовалось в 1707 году вследствие политического объединения Королевств Шотландии и Англии. Но еще ранее, в 1603 году, король Шотландии Яков VI унаследовал престолы Англии и Ирландии в порядке личной унии. Яков I. В 1800 году Королевство Великобритания и Королевство Ирландия объединились, образовав Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии, которое после отделения от него в 1922 году Ирландского свободного государства стало именоваться Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Великобритания, одно из крупнейших государств Европы, ядерная держава с 1952 года, признанная в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия 1968 года, постоянный член Совета Безопасности ООН, бывшая метрополия Британской империи. Британский монарх также является главой 15 иных независимых государств и главой Содружества. Бывший центр мировой империи, Великобритания и сейчас играет важную роль в международных делах. Английский язык стал вторым языком во многих странах мира. Он преобладает в интернете и других международных средствах связи. Экономика Великобритании, девятая в мире по уровню развития. Военный бюджет страны, один из самых высоких в мире. Форма правления, парламентарная монархия. Форма государственного устройства, квази-унитарное государство, где с конца 20 века три из четырех составляющих стран. Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс. Обладают правами ограниченные автономии. Перейти к разделу решетка органы власти в автономиях. Столица, город Лондон, один из крупнейших городов Европы и финансово-экономических центров мира. Официальные языки. По всей стране, английский. Также официально признанный валийский в Уэльсе. Гэльский. Шотландский, кельтский. Искотс. Шотландский, германский. В Шотландии. Корнский в Корнуле. Англия. Ирландский в Северной Ирландии. Этимология. Происхождение слова «Великий» в названии Великобритания. Клавдий Птолемей в своем труде «Альмагест». 147-148 нашей эры. Называет Больший остров Большой Британией. Дэр. Греч. Аирландию, Малой Британией. В своей более поздней работе география. 150 граммов. Наши эры. Он называет эти острова Альвеон, и вернее Эммона. Остров Мэн. Предполагается, что эти названия не были известны ему во время написания Альмагеста. Название Альбион, видимо, вышло из употребления через некоторое время после завоевания островов римлянами, и остров стали называть Великобританией. После англо-саксонского периода название Британия стало упоминаться только как исторический термин. Гальфрид Монмутский в своем полулегендарном сочинении «История королей Британии» Великобританию называет Большой Британией. Большая Британия. Которую отделяет от Малой Британии. Меньшая Британия. Область в континентальной Европе, где селились кельтские переселенцы с Британских островов в пять в веке. Название Великобритания впервые было использовано официально в 1474 году, в письме с предложением о браке между Сесилией дочери Эдуарда IV из Англии и Джеймсом, сыном Джеймса III из Шотландии, в котором сказано этот благородный остров, называемый Великобританией. Официально это слово прозвучало опять в 1604 году, когда король Яков VI провозгласил себя королем Великобритании, Франции и Ирландии. Использование названия Великобритания. В русском языке Великобритания, наиболее распространенное обозначение Соединенного Королевства. Великобританией также называют остров, на котором расположены Англия, Шотландия и Уэльс. В английском языке окранимы ГБ и ГРЭ используются в документах для обозначения Соединенного Королевства в некоторых международных организациях, таких как Всемирный Почтовый Союз, Спортивные Команды, НАТО, Международная Организация Стандартизации, а также в международных кодах. В интернете домен. UK используется для обозначения сайтов, принадлежащих Соединенному Королевству. Домен. ГБ, который использовался ранее, устарел, новые регистрации сайтов на него не принимаются. Название Команда ГБ используется Британской Олимпийской Ассоциацией для именования Команды Великобритании и Северной Ирландии на Олимпийских играх. Еще одним примером использования названия Британия вместо Соединенного Королевства является использование названия Гран-при Великобритании в автоспорте. География. Государство располагается на Британских островах. Остров Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких островов и архипелагов, среди которых гибридские аркнейские и шотландские острова Англси, Аран-Уайет. В Атлантическом океане. Омывается северным, ирландским, кельтским и гибридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 километрах от северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Основные города Великобритании. Площадь Великобритании составляет 243 809 километров. Из них суши – 240 579 километров. Внутренней воды – 3230 километров. По данным на 1993 год, 10 процентов суши были покрыты лесом, 46 процентов использовались под пастбище, а еще 25 процентов использовалось в земледелии. Береговая линия имеет 17 820 километров длины. Южное побережье соединено с континентальной Европой через Евротонель длиной 50 километров. Из которых 38 километров – под водой. Это самый длинный подводный тоннель в мире. Северная Ирландия имеет 360-километровую сухопутную границу с Республикой Ирландия, и это единственная сухопутная граница Великобритании. Гринвичская обсерватория в Лондоне является местом прохождения нулевого меридиана. В целом, Великобритания расположена между северными широтами 49 градусов и 61 градус и между 9 градусов западной долготы и 2 градуса восточной долготы. Англия занимает чуть больше половины всей территории Великобритании, покрывая 130 395 километров. Б. 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 Бен Невис в Шотландии — самая высокая точка британских островов. Шотландия занимает чуть меньше трети в сей территории Великобритании, покрывая 78 772 километра. Она включает около 800 островов, в основном, на западе и севере от основной территории. Среди них стоит выделить гибридские, аркнейские и шотландские острова. Топография Шотландии во многом определяется пограничным разломом Хайленда, который пересекает Шотландию от острова Оран на западе до Станхейвена на востоке. Линия разлома разделяет два совершенно разных региона. Северо-Шотландская Нагорье. Хайленд, Хайленд на горе. На северо-западе и Лоуленд на юго-востоке. Суровый Хайленд содержит почти все горы Шотландии, включая Бен-Невис, который с высотой в 1343 метрах является самой высокой точкой британских островов. Лоуленд. Лоуленд-низменность. Особенно среднешотландская низменность между заливами Фертоф-Клайд и Фертоф-Форд, известная также как Центральный пояс, гораздо ровнее. Здесь живет был. Льшая часть населения, в том числе в крупнейших городах Шотландии, Глазго и Эдинбурга. Уэльс занимает всего менее одной десятой части всей территории Великобритании, покрывая 20779 километров. Уэльс, в основном, горная страна, хотя Южный Уэльс менее горист, чем остальная часть. Основное население и промышленные зоны располагаются именно в Южном Уэльсе, включая прибрежные города Кардир, Суонси и Нью-Порт. Самые высокие горы Уэльса располагаются в Сноудоне. В том числе гора Сноудон с высотой в 1085 метрах. Береговая линия Уэльса имеет протяженность в 1200 километрах. Крупнейшим островом является Англси на северо-западе. Северная Ирландия занимает всего 13 843 километра. И в основном, холмиста. Здесь находится озеро Лохней, самое большое по площади озера Британских островов, 388 километров. Самая высокая точка Северной Ирландии, слив Донарт в горах Моурн с высотой 852 метра. Климат. Великобритания имеет умеренно океанический климат с большим числом дождей на протяжении всего года. Температуры меняются в зависимости от сезона, однако редко падают ниже. 12 градусов или поднимаются выше 35 градусов. Основные ветры идут с юго-запада и часто приносят холодную и мокрую погоду из Атлантического океана, однако восточные части страны, в основном, защищены от этих ветров и поскольку основная часть осадков выпадает в западных регионах, восточные являются самыми сухими. Атлантические течения, разогретые гольфстримом, приносят мягкие зимы. Иногда зимой и ранней весной здесь бывают снегопады, хотя снег обычно лежит недолго. Административные единицы Великобритании. Региональное и местное самоуправление. Каждая из четырех автономных частей Соединенного Королевства имеет свою собственную систему административного и географического деления, которое часто исходит еще со времен до появления государства Великобритания. Соответственно не существует стандартного уровня административной единицы, связывающего всю Великобританию. До девятнадцатого века практически никаких изменений старых делений не происходило, однако затем началась постоянная эволюция ролей и функций. Однако эти изменения не были универсальны, а дальнейшая передача полномочий Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии означает, что и в дальнейшем они вряд ли будут универсальными. Организация местного самоуправления Англии очень сложна, с распределением функций, зависящих от местных распоряжений. Законодательная база относительно самоуправления Англии устанавливается парламентом и правительством Великобритании, поскольку у Англии нет своего собственного парламента. Высший уровень деления Англии составляют девять правительственных регионов или правительственных регионов Европейского Союза. Один регион, Большой Лондон, имеет свою выборную ассамблею и мэра с 2000 года после поддержки этого вопроса на референдуме в 1998 году. Предполагалось, что и другие регионы также получат свои региональные ассамблеи, однако отказ от таковой в Северо-Восточной Англии на референдуме в 2004 году остановил эту идею. Ниже регионального уровня идет либо Совет Графства, и затем районные советы или унитарные советы, Лондон же имеет свою систему из 32 лондонских бора. Члены совета выбираются по мажоритарной системе. Шотландия административно разделена на 32 округа с большой разницей в размерах и населении среди них. Города Глазго, Эдинбург, Абердин и Данди обладают статусом отдельных округов, равно как и Хайлэнд, который включает в себя территорию Третьей Шотландии, но имеет население всего чуть больше 200 тысяч человек. Право местного управления осуществляются выборными депутатами, которых сейчас 1222 и получают зарплату на полставки. Выборы проводятся по системе единого непереходного голоса и выбирают трех или четырех депутатов, которые затем выбирают председателя, который возглавляет заседание и выступает от имени всего региона. Уэльс административно состоит из 22 унитарных образований, включая Кардив, Суонси и Ньюпорт, каждый из которых имеет статус отдельного образования. Выборы проводятся раз в 4 года по мажоритарной системе. Северная Ирландия с 1973 года была разделена на 26 районов. Их права ограничены только обслуживающими функциями, как например уборка мусора, контроль за домашними животными и уход за парками. 13 марта 2008 года было принято решение создать 11 новых районов и заменить существующую систему. Следующие местные выборы были отменены до 2011 года для организации новой системы. Британские территории за пределами Соединенного Королевства. 14 британских заморских территорий обозначены красным. Британия распространяет свой суверенитет на 17 территорий, которые не входят в состав Соединенного Королевства. 14 британских заморских территорий Ком 1 и 3 коронных земли. 14 заморских территорий. Ангелия. Столица Валли. Бермуды. Столица Гамильтон. Британская антарктическая территория. Столица Ротера. Британская территория в Индийском океане. Столица Диего Гарсия. Британские Виргинские острова. Столица Роттаун. Гибралтар. Столица Гибралтар. Каймановы острова. Столица Джордштаун. Остров Монсеррат. Столица Плимут. Острова Святой Елены. Вознесение и Трестанда Кунья. Столица Джеймстон. Остров Питкарн. Столица Адамстон. Теркс и Кайкас. Столица Кабернтаун. Фалклендские острова. Столица Стэнли. Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова. Столица Грютвикен. И суверенные военные базы на Кипре. Столица Эпископи. Британские притязания в Антарктике не имеют всеобщего признания. Наличие военных баз на Кипре оспаривается Республикой Кипр, а право на Фалклендские острова, Аргентиной. Вместе заморские территории занимают 1 727 527 километров. Вместе с британской антарктической территории 18 127 километров. А их население составляет 260 000 эти территории, наследие Британской империи и самостоятельно сделали выбор сохранить британский суверенитет. Коронные земли, владения короны, в отличие от заморских территорий. Сюда входят баллия нормандских островов Джерси и Гернси в проливе Ла-Манш и остров Мэн в Ирландском море. Площадь всех трех коронных земель составляет 766 километров. А население, 235 000 будучи самоуправляемыми юрисдикциями, они, так же как и заморские территории, не входят в состав Соединенного Королевства или Европейского Союза, хотя правительство Соединенного Королевства отвечает за внешнеполитические и оборонные вопросы, а британский парламент имеет право издавать законы от имени территорий. Право издания законодательных актов, касающихся острова, сосуществует с собственными законодательными ассамблеями территорий с согласия Тайного Совета Короны. Главами правительств коронных земель являются соответствующие главные министры. В Мэнё, с 1986 года. Гернси с 2004, Джерси с 2005. Население. Основная статья. Население Великобритании. Год. Численность. Население. Человек. 1900, 35-405-900, 1949, 53-100-00, 1959, 51-900-00, 1976, 55-900-00, 1998, 59-100-00, 2004, 59-834-900, 2005, 60-441-00. 457-00, 2007, 60-776-238, 2009, 61-634-783, 2011, 63-182-178. Перепись населения в Великобритании Н происходит одновременно во всех ее частях каждые 10 лет. По переписи 2011 года Н общее население Великобритании составило 63-181-775. По этому показателю страна занимает третье место в ЕС, пятое, в Содружестве наций и 21-е, в мире. К середине 2011 года оно оценивается в 62-698-362. В 2008 году естественный прирост населения стал больше влиять на рост населения, чем миграция впервые с 1998 года. С 2001 года по 2008 население росло со среднегодовым показателем в 0,5%, что больше 0,3% в период с 1991 года по 2001 и 0,2% в предыдущее десятилетие. Опубликованные в 2008 году данные о населении в середине 2007 года свидетельствуют о том, что впервые в истории Великобритании было больше людей пенсионного возраста, чем детей до 16 лет. По некоторым оценкам, число людей возрастом 100 лет и более вырастет до 626 тысяч копеек в 2080 году. Население Англии в середине 2008 года оценивалось в 51,44 миллиона, что делает ее страной с одной из самых высоких плотностей населения в мире, имеющей 383 жителя на квадратный километр по данным на середину 2003, с особенной концентрацией в Лондоне и на Юго-Востоке. Оценки середины 2008 предполагают население Шотландии в 5,17 миллионов, у Эльса – 2,99 миллиона, а Северной Ирландии – 1,78 миллион с гораздо более низким показателем населенности этих территорий. В процентном соотношении рост населения Северной Ирландии был самым высоким среди других регионов Великобритании во всех четырех годах, предшествовавших 2008. К крупнейшим городам относятся Лондон, Бирмингем, Глазго, Ливерпуль, Ливс. В 2008 году суммарный коэффициент рождаемости Великобритании составил 1,96 ребенка на одну женщину. Хотя рост показателя рождаемости и вносит свою лепту в рост населения, он остается сравнительно ниже пика бэби-бума 1964 года в 2,95 ребенка на одну женщину и ниже уровня воспроизводства в 2,1, но выше рекордно низкого показателя 2001 года в 1,63 ребенка на одну женщину. Шотландия имеет самый низкий показатель в 1,8 ребенка на одну женщину, в то время как Северная Ирландия имела этот показатель на уровне 2,11 в 2008 году. Этнические группы Этнос, Кулва, от общего звездочка Белые, 55,073,552, 87,17 Азиаты или британские азиаты Всего, 4,373,339, 6,92 Азиаты или британские азиаты Индийцы, 1,451,862, 2,30 Азиаты или британские азиаты Пакистанцы, 1,173,892, 1,86 Азиаты или британские азиаты Бангладежцы, 451,529, 0,71 Азиаты или британские азиаты Китайцы, 4,33,150, 0,69 Азиаты или британские азиаты Другие, 861,815, 1,36 Чернокожие или британские чернокожие 1,904,684, 3,01 Смешанные, 1,250, 229, 1,98 Другие, 580,374, 0,92 Звездочка процента от всего населения Британии в соответствии с переписью 2011 года Исторически жители Великобритании считаются смешением различных этнических групп, Селившихся на ее территории до 11 века Кельтов, римлян, англосаксов, викингов и норманнов Недавние генетические исследования показали, что более 50% английских генов содержат германские OI-хромосомы, Хотя другие недавние генетические анализы свидетельствуют о том, что примерно 75% прослеживаемых предков современного британского населения Прибыло на британские острова примерно 6200 лет назад, в начале британского неолита или каменного века, А также британцы имеют во многом общих предков с басками Соединенное Королевство имеет историю малой небелой эмиграции, Ливерпуль имеет самое старое темнокожее население в стране, Уходящее своими корнями как минимум к 1730-м, А также самую старую китайскую общину, Датирующуюся первым прибытием китайских моряков в XIX веке В 1950 году в Великобритании проживало менее 20 тысяч небелых, Почти все из которых родились за рубежом С 1945 года постоянная эмиграция из Африки, Карибских островов и Южной Азии, Что было наследством связей, установленных Британской империей Миграция из новых членов ЕС в Центральной и Восточной Европы с 2004 года привело к быстрому росту общин из этих стран, Однако к 2008 году этот тренд стал разворачиваться, Поскольку многие эмигранты стали возвращаться домой. Этнический состав варьируется в разных частях страны. 30,4% лондонского населения и 37,4% лестерского в 2005 году составляли не белые, В то время как менее 5% населения Северо-Восточной Англии, Уэльса и Юго-Западной Англии Были этнические меньшинства по итогам переписи 2001 года. Языки Англоговорящий мир Страны с большинством населения, для которого английский является родным, Окрашены в темно-синий, страны, где он официальный, но не язык большинства, Окрашены в светло-синий. Английский также является одним из официальных языков Европейского Союза и ООН. Официальный язык Великобритании – английский. Де-факто. Западногерманский язык, развившийся из древнеанглийского, Который имел большое количество заимствований из древнескандинавского, Нормандского, французского и латинского языков. Английский язык распространился по всему миру во многом благодаря Британской империи и стал международным языком бизнеса и самым популярным вторым изучаемым языком. Предполагалось, что после выхода из ЕС английский язык потеряет статус одного из 24-х официальных языков ЕС. Шотландский язык, германский, развившийся из раннего северного среднеанглийского, Заметен на европейском уровне, как и его диалект в северных графствах Ирландии, Ольстерско-шотландский язык. Еще четыре кельтских языка используются в Великобритании. Валийский, Ирландский, Шотландский, Гаэльский и Корнский. Во время переписи 2001 года около 21% населения Уэльса сказали, что они могут разговаривать на Валийском, что больше 18% в переписи 1991 года. Еще около 200 тысяч человек, живущих в Англии, также говорят на Валийском. Перепись 2001 года в Северной Ирландии показала, что 167 487, 10,4% людей имели некоторое знание ирландского, почти все из католического или националистического населения. Более 92 тысяч в Шотландии. Чуть менее 2%. Имели некоторые знания шотландского, кельтского, включая 72% жителей внешних гибрид. Количество школьников, которым преподают валийский, шотландский, кельтский или ирландский языки, также растет. Валийский, шотландский, кельтский языки также используются небольшими группами людей в мире за пределами Великобритании, например, на шотландском, кельтском разговаривает некоторое количество жителей Новой Шотландии и Канады. Особенно на острове Кёйб-Бретон, а некоторое количество жителей аргентинской провинции Чубут, Патагония, разговаривает на валийском. В Соединенном Королевстве в целом школьники обязаны учить второй язык до определенного момента. До 14 лет в Англии, и до 16, в Шотландии. Французский и немецкий языки, два наиболее изучаемых вторых языка в этих двух регионах. В Уэльсе школьникам до 16 лет либо преподают на валийском, либо учат валийскому как второму языку. Социальные классы. Основная статья. Социальные классы Великобритании. Социальная структура Великобритании исторически образовалась под влиянием концепта социального класса, который оказывает свое влияние на британское общество и в настоящее время. Британское общество до наступления промышленного переворота, как и общество европейских соседей Великобритании и большая часть обществ мировой истории, было феодальным и делилось на группы по иерархическому принципу, основанные на наследственной передаче рода занятий, социального статуса и политического влияния. После начала индустриализации эта система стала постоянно пересматриваться, и теперь формирование личности зависит не только от происхождения, но и от многих других факторов, в том числе образования. Хотя определения социального класса в Великобритании варьируются и являются часто достаточно субъективными, многие из них зависят от таких факторов, как благосостояние, род занятия и образование. До вступления в силу акта о пожизненном парстве 1958 года. Англ. Русск. Парламент Великобритании был организован по классовому принципу. Палата лордов состояла только из наследных представителей высшего класса, а палата общин из всех остальных. Британский монарх, как правило, находится на вершине всего классового общества. Британское общество значительно преобразовалось с момента окончания Второй мировой войны, а именно в плане расширения возможностей для получения высшего образования и владения имуществом, сдвига в сторону ориентированной на услуги национальной экономики, миграции масс, расширения роли женщин в обществе и сдвига культуры в сторону индивидуализма. При этом утверждения о том, что в Великобритании сформировалось бесклассовое общество, достаточно часто воспринимаются со скептицизмом. Исследования показывают, что на социальный статус в Великобритании влияет социальный класс. Крупнейшим исследовательским опросом по социальному расслоению в Великобритании является так называемый великобританский классовый опрос. Англ. Русск. Религия. Вестминстерское аббатство, место коронования британских монархов, верховных правителей церкви Англии. Основная статья. Религии в Великобритании. Смотри. Также. Протестантизм в Великобритании. Основные религии. Христианство, самая распространенная религия. 42 079 000. 71,6% Ислам. 1 591 000. 2,7% Индуизм. 559 000. 1% Сикхизм. 336 000. 0,6% Иудаизм. 267 000. 0,5% Буддизм. 152 000. 0,3% Другие религии. 179 000. 0,3% Атеисты. 9 104 000. 15,5% Воздержались от ответа. 4 289 000. 7,3%. На территории Англии существует церковь с государственным статусом, церковь Англии, светские глава которой, британский монарх. Церковь Англии, одна из поместных церквей, входящих в англиканское сообщество, имеющее своим духовным лидером архиепископа Кинтерберийского. Самыми крупными христианскими конфессиями в Великобритании являются англикане. Более 25 миллионов. Католики. 5,6 миллиона. Пресвятериане. Более 1 миллиона. Самую быстро растущую конфессию страны представляют пятидесятники. Окей. 1 миллион. Согласно исследованиям, Соединенное Королевство, страна с преимущественно секулярным населением. Только 38% людей заявляют о своей вере в Бога. Эй год. Хотя, по данным Церкви Англии на 2005 год, 72% населения Англии указали свою религиозную принадлежность как христианскую. Согласно опубликованному в апреле 2008 года исследованию, проведенному христианским благотворительным фондом Joseph Rowntree Foundation, преобладающим мнением является взгляд на религию как на социальное зло. Такие же результаты были получены в результате других аналогичных исследований. История. До 1707 года. Основные статьи. История Англии, история Уэльса, история Шотландии и история Ирландии. Стоунхендж в Уилтшире был построен в примерно 2500 году до нашей эры. Заселение современными людьми территорий, вошедших позднее в Великобританию, началось примерно 30000 назад и происходило волнами. Считается, что к концу доисторического периода население в основном принадлежало к культуре островных кельтов. Англ. Руск. Включавших в себя бритов острова Британия и гэлов острова Ирландия. Римское завоевание Британии, начавшееся в 43 году нашей эры, привело к 400-летнему правлению Рима над южной частью Британии, за которым последовало вторжение германских англосаксонских поселенцев, что привело к ассимиляции с кельтами. При этом некоторые племена кельтских бритов обосновались на территории нынешнего Уэльса. Территории, заселенные англосаксами и кельтами, объединились в королевство Англия в X веке, тогда как гэлы северо-западной Британии, предположительно, мигрировавшие из северо-западной Ирландии в V веке, объединились с пиктами и образовали в IX веке шотландское королевство. Ковер из бою изображает битву при Гастингсе и события, приведшие к ней. В 1066 году нормандцы вторглись в Англию, а после ее завоевания захватили большую часть Уэльса Ирландии и получили приглашение к поселению в Шотландии. Они принесли во все эти страны феодализм северо-французского образца и нормандско-французскую культуру. Нормандская элита сильно повлияла на все местные культуры, но в итоге ассимилировалась с ними. Последующие короли Англии завершили завоевание Уэльса и неудачно попытались аннексировать Шотландию. После этого Шотландия поддерживала свою независимость, несмотря на практически постоянные конфликты с Англией. Наследование значительных территорий Франции и претензии на французский трон непрестанно вовлекали английских монархов в конфликты с Францией, наиболее значительным из которых явилась Столетняя война. В 1536 году парламент Англии в одностороннем порядке формально аннексировал Уэльс, а Ирландия с 1542 года. Crown of Ireland Act 1542 оказалась в личной унии с английской короной. На территориях, которые впоследствии стали Северной Ирландией, земли независимого католического гэльского дворянства были конфискованы и розданы протестантским поселенцам из Англии и Шотландии. В 16 веке в странах, составляющих Великобританию, прошли процессы реформации, что привело к учреждению протестантских государственных религий в каждой из стран, в частности в Англии. Реформация в Англии. И Шотландии. Реформация в Шотландии. В 1603 году королевства Англии, Шотландия и Ирландия были объединены в порядке личной унии, когда король Шотландии Яков VI унаследовал короны Англии и Ирландии и перевел свой двор из Эдинбурга в Лондон. Тем не менее, каждая страна сохранила отдельную политическую идентичность и свои собственные политические институты. В середине 17 века все три королевства были вовлечены в серию военных конфликтов. Включая гражданскую войну, которые привели к временному низвержению монархии в 1649 году и недолговременному учреждению унитарного государства Английская Республика. Хотя монархия в 1660 году была восстановлена, вследствие славной революции 1688 года стало ясно, что, в отличие от остальной Европы, абсолютная монархия не имеет будущего. Политическое устройство государства сложилось на основе конституционной монархии и парламентарной системой. Во время этого периода, особенно в Англии, развитие морской мощи и интерес к географическим открытиям, привел к присоединению и заселению заморских колоний, в основном в Северной Америке. После акта Абунии 1707 года. Договор Абунии привел к единому объединенному королевству, собравшему всю Великобританию. 1 мая 1707 года появилось Королевство Великобритания, созданное политической унией королевств Англии и Шотландии в соответствии с договором Абунии 1706 года, который был согласован в предыдущем году и ратифицирован английским и шотландским парламентами. В XVIII веке страна играла важную роль в развитии западных идей парламентаризма, а также внесла вклад в литературу, искусство и науку. Ведомая Британией промышленная революция изменила страну и обеспечила рост Британской империи. В это время Британия, как и другие великие державы, была вовлечена в колониальное развитие, включая работорговлю, хотя после принятия акта о работорговле в 1807 году Соединенное Королевство заняло лидирующую роль в борьбе с ней. Британия была в первую очередь сосредоточена на колониях в Северной Америке. После их потери вследствие войны за независимость США, имперские амбиции обратились на другие части планеты, в частности на Индию. В 1800 году парламенты Великобритании и Ирландии приняли акт о Бунии, объединив два королевства и создав Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии, появившееся 1 января 1801 года. Битва при Ватерлоа обозначила конец Наполеоновских войн и начало Пакс Британика. После поражения Франции в революционных и наполеоновских войнах 1792-1815, Великобритания оказалась главной морской и экономической державой. С Лондоном, крупнейшим городом в мире примерно с 1830 по 1930 годы. И оставалась сверхдержавой до середины 20 века. Не имея конкуренции на море, Британия приняла на себя роль мирового арбитра, положение дел, позднее известное как Пакс Британика. Это также был период быстрого экономического, колониального и промышленного роста. Англию метафорически именовали мастерской мира. Британская империя присоединила Индию, значительные владения в Африке и другие территории по всему миру. Помимо формального контроля, который она устанавливала над своими колониями, доминирование Британии в мировой торговле означало и фактический экономический контроль над многими странами, как например Китай, Аргентина и Сиам. На внутреннем же рынке произошел переход к политике свободной торговли и ЛЗФР и значительному расширению торговли. В стране наблюдался быстрый рост населения в течение века, сопровождаемый быстрой урбанизацией, что привело к значительным социальным и экономическим потрясениям. К концу века другие государства стали составлять конкуренцию Британии в индустриальном доминировании. Пехота королевских ирландских стрелков во время битвы на Соме. Более 885 тысяч потеряли жизнь на полях сражений Первой мировой войны. Британия, наравне с Россией, Францией и США. С 1917 года. Была одной из основных держав, ведущих войну против Германской империи и ее союзников в Первой мировой войне. 1914-1918. Военные силы Британии превысили 5 миллионов человек, собранные со всей империей некоторых регионов Европы, и играли одну из основных ролей на Западном фронте. Нация имела примерно 2,5 миллиона раненых и закончила войну с огромным суверенным долгом. После войны Великобритания получила мандат Лиги наций на бывшие германские и османские колонии, благодаря чему Британская империя разрослась до своих самых больших размеров, покрывавших одну пятую часть земли, где проживало четверть мирового населения. Однако рост ирландского национализма и споры внутри Ирландии по поводу условий Гомруля привели к фактическому разделению острова в 1921 году, с независимым ирландским свободным государством и Северной Ирландией, оставшейся частью Великобритании. Великая депрессия, 1929-1932, наступила, когда Соединенное Королевство было еще далеко от восстановления от последствий войны, и повлекла волнение, включая политические и социальные беспорядки. Британские солдаты высаживаются в Нормандии. Великобритания потеряла во Второй мировой войне 450-000. Британия, вместе с Францией и своими колониями, объявила войну Германии 3 сентября 1939 года, что превращало начавшийся ранее польско-германский конфликт в глобальную войну. Была одним из трех главных союзников во Второй мировой войне против стран оси. После поражений своих европейских союзников, Великобритания продолжила борьбу с Германией, в частности в битве за Британию и битве за Атлантику. В ходе войны и после победы над Германией, Соединенное Королевство было одной из трех держав, участвовавших в серии конференций по послевоенному устройству мира. Тегеранская конференция, 1943. Ялтинская конференция. Февраль 1945. Подздамская конференция. Лето 1945. Война оставила страну в тяжелом финансовом положении и с огромной задолженностью перед США, которые с 1948 года начали программу помощи Европе, известную как План Маршала. Британия выплатила последнюю сумму военного долга Америке лишь к концу 2006 года. Территории, которые были частью Британской империи. Современные британские заморские территории подчеркнуты красным. Лейбористское правительство в послевоенные годы инициировало радикальную программу преобразований, оказавшую влияние на британское общество в последующее десятилетие. Внутри страны многие отрасли и обслуживающие компании были национализированы, была создана система государственного социообеспечения и общественно финансируемая система здравоохранения. В ответ на рост местного национализма, упадок британской экономики и требования правительства США дать независимость колониям началась деколонизация с объявлением независимости Индии и Пакистана в 1947 году. В течение нескольких последующих десятилетий большинство территорий империи получили независимость и стали суверенными членами Содружества наций. После Второй мировой войны. После Второй мировой войны Британия потеряла контроль над большинством бывших колоний, но получила место одного из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, а через семь лет стала третьей страной ядерного клуба. Первое испытание атомной бомбы в 1952 году. Самостоятельно разработав атомное оружие после отказа в 1945 году правительство США Ком-2 предоставит Британии результаты совместных исследований в ядерной области в соответствии с прежними договоренностями. Ком-3. После Суэцкого кризиса 1956 года, который явился для Британии болезненным геополитическим поражением, вызванным прежде всего прямым ультиматумом со стороны США, страна окончательно перестала играть самостоятельную роль в международных отношениях как великая держава и с тех пор неукоснительно следует внешнеполитической линии США. Международная распространенность английского языка обеспечила дальнейшее международное влияние британской литературы и культуры, а с 1960-х и поп-культура стала оказывать влияние за границей. Ввиду нехватки рабочей силы в 1950-х британское правительство стало стимулировать эмиграцию из стран-содружества, таким образом трансформируя Британию в мультиэтническое общество. В 1973 году Соединенное Королевство присоединилось к европейскому экономическому сообществу. С конца 1960-х до Белфастского соглашения в 1998 году в Северной Ирландии имел место конфликт между радикальными группировками протестантского большинства и католического меньшинства, также вовлекавшей полицию и британские вооруженные силы. Вслед за периодом всемирного экономического замедления и отставания в экономическом состязании в 1970-х, консервативное правительство в 1980-х начало радикальную политику Диригу-Лицей, в частности финансового сектора и рынка труда, провело приватизацию государственных компаний и отмену субсидий оставшихся. При поддержке с 1984 года финансовых доходов от нефти в Северном море Великобритания испытала период большого экономического роста. К концу XX века произошли большие изменения в управлении страны с установлением деволюционированной национальной администрации в Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе вслед за предзаконными референдумами и ведением законов, соответствующих Европейской конвенции о защите прав человека. Большие противоречия внутри страны вызвали зарубежные военные операции Британии в первом десятилетии XXI века, особенно вторжение в Ирак и афганская компания. В 2013 году в стране были легализованы однополые браки. Вступление Британии в 1973 году в Европейское экономическое сообщество. С 1993 года Европейский союз, подвело черту под историей страны как колониальной метрополии, а передача в 1997 году Гонконга под суверенитет КНР лишила ее последнего значительного колониального владения. 23 июня 2016 года в стране прошло голосование о членстве в Европейском союзе. За выход проголосовали 51,9% пришедших на референдум. 37% всех избирателей. Причем население Шотландии, Северной Ирландии и Лондона проголосовали против выхода из ЕС. 24 июня 2016 года премьер-министр Дэвид Кэмерон, выступавший за сохранение членства в ЕС, заявил о досрочной отставке. 13 июля 2016 года премьер-министром была назначена Тереза Мэй, возглавившая консервативную партию двумя днями ранее. 29 марта 2017 года председатель Европейского совета Дональд Туск получил письмо от Терезы Мэй, уведомляющее о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Ожидалось, что государство покинет Европейский союз 29 марта 2019 года в 23 часа ровно по Гринвичу. Однако, в результате жестких разногласий между позициями всех партий в парламенте, а также в правительстве Великобритании, дата выхода была поправкой к закону перенесена на 12 апреля или на 22 мая 2019 года. 29 марта Палата общин в третий раз отклонила проект соглашения по выходу из Евросоюза, вынесенный на обсуждение правительством Терезы Мэй, таким образом, вергнув страну в затяжной политический кризис. Великобритания покинула Европейский союз 31 января 2020 года в 23 часа ровно по Лондону. Государственное устройство Великобритания – квази-унитарное государство с парламентской монархией. Королева Елизавета II – правящий монарх Соединенного Королевства, а также правящий монарх 15 иных независимых государств Содружества. Сложилось ошибочное мнение, что британский монарх имеет скорее символическую, нежели политическую роль, обладая, по словам Уолтера Бэджета, по отношению к правительству правом получать советы, правом побуждать и правом предупреждать. Однако монарх, как глава государства, представленный Институтом Короны, возглавляет все три ветви власти, имеет право распуска парламента, назначает министров, а также как верховный главнокомандующий имеет право объявлять войну другим странам. Великобритания не имеет Конституции как единого документа. Конституция Великобритании состоит, в основном, из собрания различных письменных источников, включая статуты, судебных прецедентов и международных договоров, наравне с конституционными обычаями. Парламент является верховным законодательным органом Великобритании, в то время как делегированный парламент Шотландии, а также Ассамблеи Северной Ирландии и Уэльса принимают законы исключительно в рамках делегированных полномочий в границах своих юрисдикций. Парламент Великобритании не может упразднить законодательные органы автономии, постоянный конституционный статус которых гарантирован законами самого парламента, а также международными договорами. Смотри, например, акт о Шотландии 1998 и 2016 ГГ. Белфасское соглашение 1998 год. Поскольку нет никакой технической разницы между обычными статутами и конституционным правом, парламент Великобритании может провести конституционную реформу просто приняв очередной закон, и таким образом, имеет возможность изменить или отменить практически любой письменный или неписанный элемент Конституции. Однако, в соответствии с конституционной доктриной парламентского суверенитета ни один парламент не сможет принять закон, который следующий созыв не смог бы изменить. Правительство. Соединенное Королевство имеет парламентарное правительство, основанное на Вестминстерской системе, которую также используют в ряде бывших колоний Британской империи. Парламент Великобритании, заседающий в Вестминстерском дворце, имеет две палаты. Выборная палата общин и назначаемая палата лордов. Любой принятый документ требует королевской санкции, чтобы стать законом. На пост премьер-министра, главы правительства Великобритании, согласно обычаю, монархом назначается член парламента, который сможет получить поддержку большинства в палате общин и таким образом сформировать правительство. С начала 20 века он, всегда член палаты общин, лидер политической партии большинства в палате. Министры, составляющие правительство Ее Величества, также назначаются монархом, однако премьер-министр сам собирает кабинет министров и по традиции монарх уважает выбор премьер-министра. Вестминстерский дворец, место заседания обеих палат парламента Великобритании. Кабинет министров Великобритании обычно выбирается из членов партии премьер-министра в обеих палатах парламента, но в основном из палаты общин, перед которой он ответственен. Исполнительная власть осуществляется премьер-министром и кабинетом, которые все приносят присягу тайному совету Великобритании. Для целей выборов в палату общин Великобритания поделена на 650 избирательных округов, где каждый отдельный член парламента выбирается обычным большинством. Общие выборы объявляются монархом тогда, когда ему советуют это сделать премьер-министр. Парламентские акты 1911 и 1949 годов требуют, чтобы новые выборы были объявлены не позднее, чем спустя пять лет с предыдущих. Четырьмя основными партиями Великобритании являются Консервативная партия, Лейбористская партия, Шотландская национальная партия и Либеральные демократы. Во время последних всеобщих выборов, 2017 год, эти четыре партии получили 627 мест из 650 возможных в палате общин. Большинство остальных мест были получены меньшими партиями, которые участвовали в выборах только той или иной части Соединенного Королевства. Партия Уэльса, только Уэльс, и Демократическая юнионистская партия, Социал-демократическая и Лейбористская партия, Альстерская юнионистская партия и Шин-Фюйн. Все, только в Северной Ирландии, хотя Шин-Фюйн также участвует в выборах в Республике Ирландия. В соответствии с политикой партии ни один член парламента из партии Шин-Фюйн никогда не присутствовал в палате общин для представления интересов своего избирательного округа, поскольку члены парламента обязаны принести присягу монарху, что идет вразрез с политикой партии. Нынешние семь членов от Шин-Фюйн с 2002 года пользовались своими офисами и другими возможностями в Вестминстере. Для выборов в Европейский парламент Британия имеет 72 депутата, выбранных в 12 округах с несколькими победителями в каждом. Политические партии. Левые. Зеленая партия Англии и Уэльса, Левая экологистская партия. Шотландская партия зеленых. Респект, Левосоциалистическая антивоенная коалиция, затем партия. Социалистическая рабочая партия, троцкистская организация. Левоцентристы. Лейбористская партия, социал-демократическая партия, провозгласившая идеологию третьего пути. Шотландская национальная партия, левоцентристская политическая партия Шотландии, выступающая за выход страны из Соединенного Королевства. Центристы. Либеральные демократы, социал-либеральная партия, правоцентристы. Консервативная партия, консервативная евроскептическая партия. Правые. Партия независимости Соединенного Королевства, евроскептическая партия. Британская национальная партия, неофашистская партия. Правсоюзы. Крупнейший правцентр, британский конгресс трет-юнионов. British Traits Union Congress. раз, объединяющий более 6 миллионов наемных работников. Органы власти в автономиях. Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия с 1990-х годов имеют свои собственные органы исполнительной власти, возглавляемые первым министром и деволюционную однополатную законодательную власть. Англия, крупнейшая часть Великобритании не имеет ни исполнительной, ни законодательной власти и управляется напрямую британским правительством и парламентом по всем вопросам. Эта ситуация создала так называемую проблему западного Лутиана, связанную с тем, что депутаты из Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии могут голосовать, и иногда иметь решающую роль, по вопросам, касающимся Англии, которые решаются делегированными законодателями самостоятельно в своих регионах. Однако, уже в 2015 году премьер-министр Дэвид Камерон добился принятия новой парламентской процедуры. Evil English Votes for English Lawson, нейтрализующий данные законодательный дисбаланс в пользу Англии. Межбюджетные отношения различных территориально-административных частей Великобритании строятся на основе Т.Н. Формулы Барнетта используемой казначейством для распределения объемов общественно-государственных расходов с начала 1970-х годов. Шотландия. Здание парламента Шотландии в Эдинбурге. Шотландские правительства и парламент обладают широкими полномочиями по всем вопросам, не относящихся к исключительной компетенции британского парламента, включая образование, здравоохранение, законы Шотландии, транспорт, местное налогообложение, судебную систему, правоохранительные органы и местное самоуправление. После победы на выборах 2007 года, Шотландская национальная партия, выступающая за независимость, впервые сформировала шотландское правительство и по сей день удерживает власть во всех последующих администрациях. Последоваяльная политика автономизации, а также неспособность Лондона поддерживать курс на федерализм в стране, создали предпосылки для проведения первого неудачного референдума о независимости в 2014 году, а также требовать повторного референдума от правительства Великобритании по результатам выхода Соединенного Королевства из ЕС. Юнионистские партии ответили созданием нескольких комиссий по шотландской деволюции, которые в 2009 и 2015 гг. Соответственно, подготовили рекомендации по делегированию дополнительной власти, включая контроль за половиной собираемых в Шотландии налогов, полномочия по государственным займам и тому подобное. Уэльс – здание национальной асламблеи Уэльса, Кардив. Правительство Уэльса-Н и Национальная ассамблея Уэльса обладают менее широкими полномочиями, нежели чем шотландские органы власти. Изначально, после принятия акта об управлении Уэльсом в 2006 году, ассамблея могла принимать местные законы только после получения одобрения Вестминстера по каждому конкретному закону, однако с мая 2011 года ассамблея может издавать законы через принятие актов ассамблеи уже без необходимости дополнительных разрешений. Нынешнее правительство было сформировано после выборов 2018 года Лейбористской администрацией, возглавляемой Марком Дрейкфордом, и также проводят курс за независимость страны. Северная Ирландия. Кабинет министров Северной Ирландии и ассамблея обладают особыми полномочиями, вследствие заключения Белфастского соглашения 1998 года. В соответствии с село договором, территория имеет конституционное право социесии по результатам общенародного референдума. Кабинет министров образован на основе консоционального принципа управления, при котором ведущие партии представлены в равной мере, а первый министр и его заместитель имеют равные друг с другом полномочия. Избираемые члены ассамблеи приносят присягу не британскому монарху, а букве закона, и лишь одна из правящих партий территории. ДУП, представлено в британском парламенте, в то время как представители партии Шин Фюин используют политику абстенционизма, отказываясь присягать монарху уже будучи избранными в парламент. Правовая система. Королевские суды правосудия Англии и Уэльса. Соединенное Королевство не имеет единой правовой системы, поскольку в соответствии с пунктом 19 соглашения об объединении 1706 года Шотландия сохранила свою собственную правовую систему. Сегодня Великобритания имеет три разных правовых системы. Английское право, право Северной Ирландии и право Шотландии. Недавние конституционные изменения привели к созданию Верховного Суда в октябре 2009 года для замены апелляционного комитета Палаты Лордов. Судебный комитет Тайного Совета, включающий в себя всех членов Верховного Суда, является Верховным апелляционным органом для нескольких независимых стран Содружества наций, британских заморских территорий и коронных земель. В Великобритании не существует единой писанной Конституции, ее заменяет совокупность актов различного характера, а также нормы общего права и некоторые конституционные обычаи. Наиболее важными актами, образующими Британскую Конституцию являются Великая Хартия Вольностей – 1215, Хабиас Корпус Акт, Биль о правах – 1689, и Акт о престолонаследии – 1701. Большая часть правовых норм, регулирующих деятельность английских компаний, корпоративное законодательство, отражена в законе о компаниях 2006 года, Companies Act, одного из самых больших законов за всю историю английского законодательства. Он состоит из 1300 статей и 16 приложений, занимающих около 700 страниц. Высший уголовный суд Шотландии. Английское право, применяемое в Англии Уэльсе, и североирландское право основаны на общем праве. Особенность общего права состоит в том, что оно включает судебные прецеденты, вынесенные судом решения по конкретным делам, которые становятся правилом, обязательным для применения в аналогичном деле всеми судами той же или низшей инстанции. Таким образом, право создается самими судами в процессе судебного разбирательства различных дел путем применения законов, статутов, и их толкования. Вышестоящие суды не обязаны придерживаться решений, вынесенных ниже стоящими судами, но могут их учитывать. Суды Англии и Уэльса возглавляются главным судом Англии и Уэльса, состоящим из апелляционного суда, Высокого суда правосудия, для гражданских дел, и суда короны, для уголовных дел. Верховный суд является последней инстанцией и для гражданских, и для уголовных дел в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, и любое принятое им решение является примером для любого другого суда в этих юрисдикциях, а также оказывает большое влияние и на другие юрисдикции. Правоспособностью в английском праве, в отличие от шотландского права, обладают лица, достигшие 18-летнего возраста. Право Шотландии является гибридом общего права и континентального права. Главными судами являются Сессионный суд для гражданских дел и Высший уголовный суд для уголовных дел. Его решения окончательны. Верховный суд Великобритании служит последней апелляционной инстанцией для гражданских дел шотландского права, но не для уголовных. Шотландское прецедентное право уникально тем, что в нем существует три возможных варианта вердикта присяжных. Виновен, невиновен и не доказано. Два последних являются оправдательными без возможности повторного суда, а вердикт не доказано также иногда в шутку называют невиновен, но больше так не делай. Правоспособностью в шотландском праве обладают лица, достигшие 16-летнего возраста. С 1981 года по 1995 года количество преступлений в Англии и Уэльсе сильно увеличилось, однако затем, к 2008 году, упало от своего пикового значения на 48 процентов. Количество заключенных за этот же период практически удвоилось, превысив 80 000, что означает, что Англия и Уэльс имеют самое высокое число заключенных в относительном выражении в Западной Европе с показателем в 147 заключенных на 100 000. В Шотландии количество преступлений в 2010 году сократилось до самого низкого количества за последние 32 года, упав на 10 процентов. В то же время количество заключенных превысило 80 000, побив все рекордные показатели. Международные отношения. Основная статья. Внешняя политика Великобритании. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент США Барак Обама во время саммита G20 в Торонто 2010 года. Общие сведения. Отношения с США. Смотри. Также. Американо-британские отношения. Великобритания, постоянный член Совета Безопасности ООН, G7-G20, НАТО, ОС, ВТО, Совета Европы, ОБСЕ Европейского Союза. По итогам референдума о членстве Великобритании в Европейском Союзе, проведенного 23 июня 2016 года, правительство начала 29 марта 2017 года процедуру выхода страны из ЕС. Ее монарх возглавляет Содружество наций. Великобритания имеет то, что со времен Второй мировой войны неофициально именуют особыми отношениями с США, и близкое партнерство с Францией, сердечное соглашение, США, а также имеет общую программу ядерного вооружения с этими двумя странами. Другие близкие союзники включают других членов ЕС, НАТО и стран Содружества, а также Японию. Мировое присутствие и влияние Британии усиливаются также благодаря торговым отношениям, иностранным инвестициям, официальной помощи в целях развития и военным силам. США теснейшим образом сотрудничают с Британией в военной сфере. Согласно договору о взаимной обороне 1958 года, и в сфере глобального шпионажа, согласно соглашению о Кассе Джин 1946 года. По мнению ряда высших британских чиновников, в частности главы Объединенного разведывательного комитета Родрика Бритвейта , и министра иностранных дел Робина Кука . Британия де-факто лишилась своего суверенитета и находится в полностью подчиненной и зависимой от США роли в таких областях, как национальная оборона, безопасность, шпионаж, а также в вопросах экстрадиции своих граждан. Релевантность термина «особые отношения» с США была поставлена под вопрос в начале XXI века, среди прочего, ввиду признания специальной комиссии в июле 2016 года необоснованным вторжения США и Британии в Ирак в 2003 году. Приверженность особому характеру отношений между США и Великобританией в конце января 2017 года подтвердили президент США Дональд Трамп и премьер Тереза Мэй, которая стала первым иностранным лидером, посетившим Вашингтон после инаугурации Трампа. Трамп охарактеризовал Евросоюз как инструмент для достижения целей Германии и назвал решение Великобритании о выходе из ЕС «великолепной вещью». Отношения с Российской Федерацией Основная статья Российско-британские отношения Великобритания установила дипломатические отношения с СССР в 1924 году. В 1968 году СССР и Британия ратифицировали Консульскую конвенцию. Во второй половине 2000-х годов отношения приобрели напряженный характер вследствие разногласий по делам о экстрадиции и событий, подобных делу Литвиненко, которая остается значительным раздражителем в наших двусторонних отношениях. В октябре 2015 года посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что политический диалог между Лондоном и Москвой практически сошел на нет. Спустя год он заявил, что у дипломатического учреждения нет необходимого числа сотрудников, поскольку власти Великобритании несколько месяцев не выдают визы дипломатам, которые должны были сменить своих коллег, возвращающихся в Россию. В силе остаются введенные в 2014 году взаимные санкции в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке Украины. Выступая перед прессой после встречи с лидерами ЕС в Брюсселе, 20 октября 2016 года новый британский премьер Тереза Мэй заявила, что страна продолжит активно сотрудничать с ЕС и выступила за усиление давления на Россию в случае продолжения наступления на Алеппо сирийской армией при содействии российской авиации. Ограничения на въезд 1 мая 2012 года МИД Великобритании сообщил о введении запрета на въезд в страну нарушителям прав человека. В докладе МИД говорится. Запрет на въезд в Великобританию будет в общем порядке распространяться на лиц, в отношении которых имеются независимые, надежные и заслуживающие доверия сведения об их причастности к нарушениям прав человека. BBC. Британия закрывает въезд нарушителям прав человека. Доклад о состоянии демократии и прав человека в 2011 году содержит отдельную статью, посвященную России. В ней говорится, в частности, о деле Сергея Магнитского. Доклад подчеркивает, что никто из ответственных за арест и гибель Магнитского в следственном изоляторе, а также чиновников, обвиненных им в коррупции, так и не был наказан. Отношения с Европейским Союзом. Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского Союза высказалось 51,9% проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1% избирателей. В различных составляющих частях Великобритании итоги голосования различались. Так, жители Шотландии и Северной Ирландии высказались преимущественно против выхода, а представители Англии, не считая столицы. И Уэльса – за. Первая реакция мировой общественности была несколько удивленной, результаты референдума даже привели некоторых в шок, так как многие политологи предсказывали другой исход голосования. 31 января 2020 года в 23.00. По лондонскому времени, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии после 47 лет членства формально вышло из состава Европейского Союза, а 31 декабря 2020 года – из Европейской экономической зоны. Вооруженные силы Великобритании Британские солдаты в Ираке Великобритания имеет одну из самых технологически продвинутых и хорошо обученных армий в мире и на 2008 год имела около 20 военных баз по всему миру. По разным источникам, Британия имеет третье или четвертое в мире военные расходы, хотя занимает лишь 27 место по численности войск. Общие военные расходы составляют примерно 2,5% от ВВП страны. Британская армия, Королевские военно-воздушные силы и Королевский военно-морской флот вместе составляют Вооруженные силы Великобритании, которые официально называются Вооруженные силы Ее Величества. Все три вида армий управляются Министерством обороны и контролируются специальным советом обороны, возглавляемым государственным секретарем обороны. Главнокомандующим британских вооруженных сил является британский монарх, Королева Елизавета II. Великобритания имеет самые большие воздушные силы и флот в ЕС и вторые по размеру в НАТО. Министерство обороны подписало контракты общей стоимостью 3,2 миллиарда на постройку двух новых супер-авианосцев типа «Куин» и «Лизабет» 3 июля 2008 года. На начало 2009 года британская армия насчитывала 105-750 военнослужащих, ВВС – 43-300, а флот – 38-160. Войска специального назначения Великобритании, такие как особая воздушная служба и особая лодочная служба имеют специальные войска для быстрого мобильного проведения военных контртеррористических операций на земле, воде и в воздухе, обычно в случаях, где нужна секретность. Также имеются резервные силы, призываемые в случае необходимости, насчитывающие 404-090. Основной задачей британских вооруженных сил является защита Соединенного Королевства и его заморских территорий, продвижение интересов безопасности Великобритании и поддержка международных миротворческих усилий. Они являются активными и регулярными участниками НАТО. Иностранные гарнизоны и базы находятся на острове Вознесения, в Белизе, Брунее, Канаде, Кипре, Диего Гарсия, Германии, на Фолклендах, в Гибралтаре, Кении и Катаре. Несмотря на военные возможности Великобритании, в последнее время военная политика страны основывается на том, что наиболее ресурсоемкие операции проводятся в составе коалиции. Не считая интервенцию в Сьерра-Леоне в 2000 году, британские военные операции в Боснии, Косово, Афганистане, Ираке и совсем недавнее в Ливии, следуют этому утверждению. Последняя война, в которой Великобритания участвовала одна, была Фолклендская война в 1982 году, которая окончилась победой. Экономика. Динамика ВВП в странах Большой Восьмерки в 1992-2009 годах, в процентах от уровня 1992 года. Лондон – крупнейший финансовый центр в мире наравне с Нью-Йорком. Великобритания – высокоразвитое постиндустриальное государство. Великобритания имеет частично регулируемую рыночную экономику. Рассчитывая по рыночным валютным курсам, Великобритания является шестой по размеру экономикой в мире и второй в Европе после Германии. Казначейство Ее Величества, возглавляемое канцлером, ответственно за разработку и исполнение британским правительством публичной финансовой и экономической политики. Банк Англии – Центральный банк Великобритании и ответственен за выпуск национальной валюты фунтов стерлингов. Банки Шотландии и Северной Ирландии также имеют право на выпуск своих собственных банкнот, однако обязаны иметь достаточное количество банкнот Банка Англии для покрытия всего собственного выпуска. Фунт стерлингов является третьей крупнейшей резервной валютой в мире, после доллара США и евро. С 1997 года Комитет по денежной политике Банка Англии ответственен за установление процентной ставки на уровне, необходимом для достижения целевого уровня инфляции, устанавливаемого канцлером ежегодно. Банк Англии – Центральный банк Великобритании. Крыло и двигатели Airbus A380 производятся в Великобритании. Британская сфера услуг – основной сектор экономики страны, составляя примерно 75% ВВП. Лондон – один из трех центров управления мировой экономикой, наряду с Нью-Йорком и Токио. Крупнейший финансовый центр наравне с Нью-Йорком и самый большой городской ВВП в Европе. Эдинбург также является крупным европейским финансовым центром. Значителен вклад туризма в экономику страны. В 2014 году отрасль оценивалась в 121,1 миллиардов, что составило 7,1% британского ВВП, страна заняла восьмое место в мире среди направлений туризма по числу посетителей, а Лондон посещает самое большое количество гостей среди всех городов мира. Промышленная революция началась в Великобритании с изначальным упором на текстильную промышленность, за которой последовали такая тяжелая промышленность, как судостроение, добыча угля и стали плавления. Империя создавала зарубежные рынки для британской продукции, что позволяло Британии доминировать в международной торговле в 19 веке. По мере индустриализации других стран, вместе с двумя мировыми войнами, Великобритания стала терять конкурентные преимущества и тяжелая промышленность стала угасать. Сейчас производство по-прежнему играет важную роль в экономике, однако занимало всего одну шестую ВВП в 2003 году. Автомобильная промышленность – одна из основных в промышленном секторе Великобритании. В ней работает больше 800 тысяч с общим оборотом в 52 миллиарда и создает 26,6 миллиардов экспорта. Авиационная промышленность в Британии является второй или третьей в мире, в зависимости от методов подсчета, и имеет общий оборот в 20 миллиардов. Фармацевтическая промышленность Великобритании также играет важную роль и имеет третья в мире расходы на исследования. После США и Японии. Великобритания известна своими низкими показателями производительности труда по сравнению с другими развитыми странами, за один рабочий час британский работник производит примерно на 20% меньше продукции, чем работники других стран большой семерки. Уровень бедности обычно определяется как 60% от среднего дохода домохозяйства. В 2007-2008 годах 13,5 миллионов жителей Великобритании. 22% населения. Жили за чертой бедности. Это самый высокий относительный показатель в ЕС кроме четырех стран. Независимый обзор, подготовленный фондом Joseph Rowntree Foundation в 2017 году, отмечал, что за чертой бедности находится 14 миллионов жителей страны. В последнем квартале 2008 года в британской экономике началась рецессия, впервые с 1991 года. Уровень безработицы вырос с 5,2% мая 2008 года до 7,6% мая 2009 года, а к январю 2011 года безработица среди молодых людей от 18 до 24 лет выросла с 11,9% до 20,3% — самого высокого показателя за историю подсчетов этого показателя с 1992 года. Общий государственный долг Великобритании вырос с 44,5% ВВП в декабре 2007 года до 76,1% ВВП в декабре 2010 года. В 2016 году госдолг исчислялся в 1,6 триллиона, составив на 2015 год рекордный за 100 лет в мирное время 89,20% от ВВП. Рост ВВП в 2015 году составил 2,2% против 2,9% в 2014 году. Хорошо развитый банковский сектор и сравнительное либеральное регулирование делают страну, прежде всего Лондонский Сити, мировым центром отмывания криминальных доходов, полученных по всему миру, согласно ряду исследований публикации середины 2010-х годов, а также ухода от налогов богатых лиц, включая граждан России, постоянно проживающих в Британии, которым британское правительство предоставляет льготный налоговый режим. Публикации материалов, о панамских документах, преданных гласности в апреле 2016 года, выделяли Великобританию как страну в самом центре сети ухода от налогов для сверхбогатых. После проведения референдума о выходе из ЕС многие ведущие мировые, а также и некоторые российские банки приняли решение о переводе своих штаб-квартир из Лондона в другие страны ЕС. Транспорт Пятый терминал Хитроу, аэропорта с самым большим количеством международных пассажиров в мире. Дорожная сеть составляет 3497 километров основных дорог, 3497 километров автомагистрали и 344 тысячи километров второстепенных дорог. Крупнейшее шоссе страны носит название «Эй-1». В 2009 году в Великобритании было 34 миллиона зарегистрированных автомобилей. Железнодорожная сеть имеет 16116 километров на Британском острове и 303 километра в Северной Ирландии, по которым ежедневно перевозится 18 000 пассажиров и тысячи грузовых вагонов. За год с октября 2009 по сентябрь 2010 года британские аэропорты в общей сложности обслужили 211,4 миллиона пассажиров. За этот период крупнейшими аэропортами стали лондонский «Хитроу» — 65,6 миллионов пассажиров. «Гатвик» — 31,5 миллионов пассажиров. «Эстанстет» — 18,9 миллионов пассажиров. «Хитроу», расположенный в 24 километрах западной столицы обслуживает самое большое количество международных пассажиров в мире и является хабом для главного авиаперевозчика страны British Airways, а также для авиакомпаний Bamiya Virgin Atlantic. Энергетика. Нефтяная платформа в Северном море. В 2006 году Великобритания являлась девятым мировым потребителем энергии и пятнадцатым производителем. В 2007 году общее потребление энергии страной составило 9,5 квадриллионов ТА, состоявших из нефти. 38% — природного газа — 36%, угля — 13%, атома — 11%, и других возобновляемых источников — 2%. В 2009 году Соединенное Королевство производило 1,5 миллиона баррелей нефти в день, а потребляло 1,7 миллиона баррелей. В последнее время объемы производства нефти стали сокращаться и с 2005 года Великобритания является импортером нефти. На 2010 год Британия имела около 3,1 миллиардов баррелей доказанных резервов сырой нефти — самые крупные среди членов ЕС. В 2009 году Великобритания была также тринадцатым производителем природного газа в мире и крупнейшим в ЕС. Так же как и с нефтью, в последнее время объемы добычи стали сокращаться и с 2004 года страна стала импортировать газ. Великобритания — один из крупнейших импортеров жиженного природного газа в Европе и по прогнозам объем импорта в ближайшее десятилетие будет расти быстрыми темпами. В том же 2009 году Соединенное Королевство добыло 19,7 миллионов тонн угля и потребило 60,2 миллиона тонн. На 2005 год общие резервы доступного к добыче угля составляли 171 миллион тонн, однако обширная прибрежная зона позволяет рассчитывать на потенциальные запасы от 7 до 16 миллиардов тонн благодаря технологии подземной газификации угля. Если рассчитывать из текущего потребления угля страны, этих запасов Британии хватит на период от 200 до 400 лет. В Великобритании базируется несколько крупных энергетических компаний, включая две из шести крупнейших частных энергетических компаний — BP и Royal Dutch Shell. Наука и технологии. Чарльз Дарвин, 1809-1892. Чьи теории эволюции и коэволюции и положили начало для эволюционной биологии. Англия и Шотландия были лидирующими центрами научной революции начиная с 17 века, а Великобритания возглавила промышленную революцию в 18 веке и с тех пор дарят миру известных ученых и инженеров. Среди главных ученых 17-18 веков можно выделить Исаака Ньютона, чьи законы движения являются одной из основ современной науки, в 19 веке стоит вспомнить Чарльза Дарвина, чья теория эволюции естественным отбором является основой всей современной биологической науки и Джеймса Клерка Максвелла, который сформулировал классическую электромагнитную теорию, а также Стивена Хокинга из более современных, который развил основные теории в космологии, квантовой гравитации и изучении черных дыр. Крупные открытия 18 века включают водород, открытый Генри Кавендишем 20 века пенициллин, открытый Александром Флемингом и структура ДНК, открытая Фрэнсисом Криком. Крупные инженерные проекты и изобретения британцев включают паровоз, разработанный Ричардом Тревитиком и Эндрю Вивианом в 18 веке, изобретенные в 19 веке электрический двигатель Майкла Фарадея, лампа накаливания Джозефа Суона, и первый использованный телефон, запатентованный Александром Грэмом Белом, а также изобретенные в 20 веке первый рабочий телевизор Джона Лоуги Берда, реактивный двигатель Фрэнка Уитла, основа современного компьютера Алана Тьюринга, а также всемирная паутина, изобретенная Тимом Бернерсли. Не стоит забывать и про Лондонское Королевское общество, одно из старейших научных обществ в мире, основанное в 1660 году. Современная Великобритания играет одну из лидирующих ролей в авиационной промышленности, включая компанию Rolls-Royce, лидера рынка авиадвигателей. BAE Systems, крупнейшего британского военного поставщика и шестого для Пентагона. А также другие компании-поставщики для проектов Airbus. Две британские компании GlaxoSmithKline и AstraZeneca, входят в пять крупнейших фармацевтических компаний мира, а в целом же британскими компаниями открыто и разработано больше лекарств, чем в любой другой стране кроме США. Британия остается также одним из лидеров автомобильной промышленности, в частности двигателей, имеет около 2600 производителей компонентов. Научные изыскания также являются одним из основных направлений деятельности британских университетов, многие из которых создают технопарки для упрощения производства и работы с компаниями. В 2004-2008 годах в Великобритании было создано 7% мировых научных исследований, третье место в мире после США и Китая. Британские научные журналы включают Nature, British Medical Journal и The Lancet. Культура. Культура Соединенного Королевства богата и разнообразна. На нее влияли многие факторы. Островной характер государства, история страны как одного из лидеров западной демократии и заметного военно-политического игрока, а также тот факт, что страна была сформирована в результате унии четырех отдельных государств, каждая из которых сохранила свои собственные традиции, привычки и символы. Благодаря Британской империи влияние британской культуры, в свою очередь, прослеживаются в языке, культуре и правовой системе многих из стран бывших колоний, включая Австралию, Канаду, Индию, Ирландию, Новую Зеландию, ЮАР и США. Литература. Чендосовский портрет, на котором, как считается, запечатлен Уильям Шекспир. Термин британская литература относится как к самой Великобритании, так и к острову Мэн, Нормандским островам, а также литературе Англии, Уэльса и Шотландии до их объединения. Основная масса британской литературы написана на английском языке. В 2005 году в Великобритании было напечатано около 260 тысяч книг, и в 2006 году страна была лидером по количеству публикуемых наименований в мире. Английский драматург и поэт Уильям Шекспир считается одним из величайших в истории в своей области, но его современники Кристофер Марло и Бен Джонсон также хорошо известны. Позднее появились такие драматурги как Каллан Эйкборн, Гарольд Пинтер, Майкл Фрёйн и Том Стоппорт совместили в себе элементы сюрреализма, реализма и других культурных течений. Среди заметных английских авторов Средневековья можно отметить Джеффри Чосера, XIV век, Томаса Мэлори, XV век, и Джона Мильтона. В XVIII веке Даниэль Дефо, автор Робинзона Круза, и Сэмюэл Ричардсон стали пионерами современного романа. В XIX веке последовало дальнейшее развитие в лице Джейн Остин, готической писательницы Мэри Шелли, детского писателя Льюиса Кэрролла, сестер Бранте, Чарльза Диккенса, натуралиста Томаса Харди, реалиста Джорджа Эллиота и поэтов Уильяма Блейка и Уильяма Варцворта. Английские писатели XX века включают фантаста Герберта Уэллса, детских писателей Реттьерда Киплинга, Алана Милна, создателя Винни Пуха и Энид Блайтон, противоречивого Дэвида Лоуренса, модернистскую Вирджинию Вулф, сатирика Ивлена Ва, пророческого романиста Джорджа Оруэлла, популярных Сэмерсет Моэма и Грэма Грина, писательницу детективов Агату Кристи, Яна Флеминга, создателя Джеймса Бонда, поэтов Томаса Эллиота, Филиппа Ларкина и Теда Хьюза, фантазийных писателей Джона Толкина, Клайва Льюиса и Джоан Роулинг. Фотография викторианской эпохи Чарльза Диккенса. Вклад Шотландии включает в себя детективного писателя Артура Конан Дойля, создателя Шерлока Холмса, романтическую литературу Вальтера Скотта, детского писателя Джеймса Барри, приключенческие рассказы Роберта Льюиса Стивенсона и знаменитого поэта Роберта Бёрнса. Среди современных шотландских писателей можно отметить Иэна Ранкина и Иэна Бэнкса. Самым древним стихотворением Великобритании считается Уайгададин. Англ. Руск. Написанное примерно в конце шестого века на Ирхэн-Аглет. Древнем Севере. Оно было написано на Кумбрийском или Древневалийском и имеет первое упоминание о короле Артуре. Примерно начиная с семнадцатого века связь между Уэльсом и Древним Севером была потеряна, а центр валийской культуры переместился в современный Уэльс, где легенда об Артуре была развита Гольфридом Маннудским. Самым известным валийским средневековым поэтом является Давид Абгвилем , который писал о природе, религии и о любви. Его также называют одним из величайших поэтов Европы того времени. До конца девятнадцатого века валийская литература была преимущественно на валийском языке, а большинство прозы имела религиозный характер. Уроженец Суонсе Дилан Томас стал известен во всем мире в середине двадцатого века. Влиятельный священник и националист Роналд Томас был номинирован на Нобелевскую премию по литературе в 1996 году. Авторы из других стран, в основном из стран Содружества , жили и работали в Великобритании. Самыми заметными можно назвать Джонатана Свифта, Оскара Уайльда, Брэма Стокера, Бернарда Шоу, Джозефа Конрада, Томаса Эллиота, Эзра Паунда, а также современных британских писателей, рожденных за рубежом Кадзуэй Сигура и Салман Ружди. Музыка Группа The Beatles является одной из самых коммерчески успешных и признанных критиками групп в истории, продано более миллиарда записей по всему миру. В Великобритании популярны различные музыкальные стили, начиная от местной народной музыки Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии и заканчивая хэви-металлом и трип-хопом. Среди классических композиторов Великобритании и ее предшественников есть такие персоны, как Уильям Бёрд, Генри Пёрсел, Эдуард Элгар, Густав Холст, Артур Соливан, наиболее известный по своей работе с либретистом Уильямом Гильбертом. Ральф Вон Уильямс и Бенджамин Бриттин – пионер современной британской оперы. Питер Максвелл Дэвис является одним из самых выдающихся живых композиторов и является нынешним мастером королевской музыки. Великобритания также родина признанного во всем мире симфонического оркестра BBC. Среди известных британских дирижеров есть такие имена, как Саймон Рэтл, Джон Барберолли и Малком Сарджант. Заметными кинокомпозиторами являются Джон Барри, Клинт Мэнсел, Майк Олдфилд, Джон Пауэлл, Крейг Армстронг, Дэвид Арнолд, Джон Мёрфи и Гарри Грёксон Уильямс. Георг Фридрих Гендель, хотя родился в Германии, был натурализованным британским гражданином, и некоторые его произведения, включая «Мессию», написаны на английском языке. Эндрю Ллойд Вебер достиг значительного мирового успеха и является автором музыки для мюзиклов, а его работы на протяжении многих лет доминировали в лондонском Вест-Энде и часто использовались на Бродвее в Нью-Йорке. Произведения группы The Beatles проданы числом более миллиарда, они являются самыми продаваемыми в истории музыки, оказавшими огромное влияние на развитие популярной музыки. Среди других известных представителей британской популярной музыки последних 50 лет можно выделить Квин, Дип Пёрпл, Блэк Сэббот, Айрон Мэйден, The Who, Клиффа Ричарда, Bee Gees, Элтона Джона, Эллади Зеппелин, Пинк Флойд и The Rolling Stones, каждый из которых преодолел отметку в 200 миллионов проданных копий. Согласно исследованию Книги рекордов Гиннеса, 8 из 10 групп и певцов с наибольшим количеством побед в британском чарте родом из Великобритании. Status Quo, Queen, The Rolling Stones, UP-40, Depeche Mode, Bee Gees, Pet Shop Boys и Manning Street Preachers. Изобразительное искусство. Уильям Тёрнер Автопортрет, Масло, Холст, 1799 год. История британского искусства является неотъемлемой частью истории европейского искусства. Среди известных британских художников можно упомянуть Романтистов Уильяма Блейка, Джона Констёбла, Сэмюэла Палмера и Уильяма Тёрнера. Портретистов Джошуа Рейнольдса и Люсиэна Фрейда. Пейзажиста Томаса Гейнсборра. Пионера движения искусств и ремесел Уильяма Морриса. Фигуративиста Фрэнсиса Бэкона. Представителей поп-орта Питера Блейка, Ричарда Гамильтона и Дэвида Хокни. Дуэт Гилберт и Джордж. Абстракциониста Говарда Хачкина. Скульпторов Энтони Гормли, Аниша Капура и Генри Морро. Для британского искусства характерен широкий стилевой и жанровый спектр. Во двух половине 19 века одновременно существовали такие радикальные течения, как викторианская сказочная живопись. Джон Анстерфиц Жеральд и Джон Симмонс. И натурализм. Джордж Клаузен и Уильям Стодд. В конце 1980-х и 1990-х годов галерея Саачи в Лондоне помогла привлечь внимание к группе мультижанровых художников, которые затем стали известны как молодые британские художники. Королевская академия художеств в Лондоне является основной организацией по развитию искусств в Великобритании. Среди крупнейших галерей, Лондонская национальная галерея, Национальная портретная галерея, Тейт-Британ и Тейт-Модерн – самый посещаемый музей современного искусства с примерно 4,7 миллиона посетителей в год. Кинематограф. Альфред Кичкок. Великобритания имела большое влияние на историю кинематографа. Британские режиссеры Альфред Кичкок и Дэвид Линч считаются одними из самых популярных режиссеров в истории, а среди других известных режиссеров можно отметить Чарли Чаплина, Майкла Пауэлла, Кэролла Риды и Ридли Скотта. Многие британские актеры добились мировой известности и признания включают Джули Эндрюс, Ричарда Бёртона, Майкла Кейна, Шона Коннери, Вивьенли Дэвида Нивена, Лоренса Оливье, Питера Селлерса, Кейт Уинслет, Энтони Хопкинса, Хью Грант. Некоторые из самых успешных в мире в коммерческом плане фильмов также были созданы в Великобритании, среди которых и самые прибыльные в мире серии фильмов. Гарри Поттер и Джеймс Бонд. Студия Elling Studios претендует на звание самой старой работающей киностудии в мире. Несмотря на обширную и успешную историю, британская индустрия часто характеризуется спорами о наличии ее индивидуальности и американского и европейского влияния. Многие британские фильмы сопродюсируются вместе с американскими продюсерами, в них часто снимаются американские актеры наравне с британскими, а британские актеры часто снимаются в Голливуде. Многие успешные голливудские фильмы основываются на британских людях, литературе или событиях, как, например, «Титаник», «Властелин колец» и «Пираты Карибского моря». В 2009 году британские фильмы собрали 2 миллиарда долларов по всему миру, получив 7% долю рынка в мире и 17% внутри самой Великобритании. Всего в кассах Великобритании было собрано около 944 миллионов фунтов в 2009 году при 173 миллионах посещений кинотеатров. Британский институт кино составил рейтинг 100 лучших, по их мнению, британских фильмов. Ежегодная премия Бафта является британским эквивалентом премии «Оскар». Спорт. Лондонский стадион Уэмбли – один из самых дорогих когда-либо построенных стадионов мира. Многие популярные виды спорта, среди которых футбол, регби-лик, регби-15, академическая гребля, бокс, бадминтон, крикет, теннис, дартс и гольф, появились и были развиты именно в Великобритании и странах ей предшествовавших. В большинстве соревнований отдельные команды выступают за Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию, в том числе и на играх Содружества. Однако бывают и случаи, когда единая команда выступает за Великобританию, в том числе Олимпийские игры, где представлена единой сборной. Лондон был местом проведения Олимпийских игр в 1908 и 1948 годах, а в 2012 году стал первым городом, принимавшим Олимпийские игры трижды. Каждая часть страны имеет свою футбольную ассоциацию, национальную команду и свою систему чемпионата, хотя некоторые клубы по различным историческим и логистическим причинам играют не в тех ассоциациях, которым должны принадлежать по территориальному признаку. Например, Суонси-Сити. Сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии соревнуются на международной арене как отдельные команды, из-за чего Великобритания не участвовала в футбольных соревнованиях Олимпийских игр вплоть до Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В связи с победой заявки на проведение игр в 2012 году, появились предложения по возрождению единой сборной для участия в них, однако футбольные ассоциации Шотландии, Уэльса и Ирландии отказались участвовать в этом проекте, опасаясь, что это пошатнет их независимый статус. Сборная Англии является самой успешной сборной, выиграв домашний ЧМ в 1966 году, хотя исторически сложилось близкое соперничество Англии и Шотландии. Стадион «Миллениум» в Кардиффе, открытый к чемпионату мира по регби 1999 года. Крикет был придуман в Англии и очень популярен на территории всей страны и бывших колоний. Уэльс не имеет своей сборной и выступает совместно с Англией, так же как и представители Шотландии и Ирландии, сборные по крикету которых стали развиваться лишь недавно. Ригбелик популярен в некоторых районах Великобритании. Он появился в Хаддерсфилд и в него в основном играют в Северной Англии. Единая сборная британские Львы раньше выступала в Кубке мира и тестовых матчах, однако с 2008 года Англия, Шотландия и Ирландия соревнуются как отдельные страны. В регби 15 сборные Англии и Шотландии, Уэльса и Ирландии сами по себе очень сильны. Кубок шести наций, разыгрываемый между вышеназванными сборными, а также Италия и Франция считается неофициальным чемпионатом Европы. Уэмблдонский турнир, один из турниров большого шлема проводится в Уэмблдоне, Лондон, каждый июнь или июль. Игра в теннис появилась в городе Бирмингем где-то между 1859 и 1865 годами. Уэмблдонский турнир, это международный турнир, проводимый в Уэмблдоне на юге Лондона каждое лето, и считается одним из самых престижных турниров в мире. Снукер пользуется большой популярностью в Великобритании, а ежегодный чемпионат мира проводится в Шеффилде. В Северной Ирландии также популярны такие командные виды спорта, как гельский футбол и херлинг, на матче в которых собирается много зрителей. Игра Шинте популярна в шотландском Высокогорье. Великобритания также представлена в автоспорте. Многие команды и пилоты Формулы-1 базируются именно здесь, а британские пилоты выиграли больше титулов, чем представители любой другой страны. В Великобритании прошел и самый первый зачетный гран-при чемпионатов мира в 1950 году на трассе Сильверстоун, где сейчас практически ежегодно проходит гран-при Великобритании. В стране также проходят этапы чемпионата мира по ралли. За все время Олимпийских игр сборная Великобритании завоевала больше всего медалей в парусном спорте. СМИ Дом телерадиовещания. Broadcasting House. В Лондоне, штаб-квартира BBC. Лондон доминирует в секторе СМИ в Великобритании. Общегосударственные газеты, телеканалы и радио в основном базируются именно там, хотя Манчестер также является важным медиационтром. Эдинбург, Глазго и Кардив являются важными центрами для газет и вещательных каналов Шотландии и Уэльса. В 2009 году оценивалось, что каждый житель Великобритании проводил 3,75 часа в день у телевизора и 2,81 часа слушал радио. В этом же году общедоступные телеканалы BBC занимали 28,4 процента просмотров телевидения. Три независимых канала имели общую долю 29,5 процента, а оставшиеся 42,1 процента заняли спутниковые и цифровые каналы. С 1970-х продажи газет сильно сократились. И к 2009 году 42 процента населения читала ежедневные газеты. Телерадиовещание в Великобритании делится на общественное и коммерческое. Общественное телерадиовещание представлено вещателем BBC, вещающим на первом. BBC One и втором канале, BBC Two и четыре радиостанций, BBC Radio 1, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4. Коммерческое телерадиовещание представлено вещателями Ива, вещающим на третьем канале, Channel 4, вещающим на четвертом канале, как и BBC, являющееся национальным достоянием, но полностью финансируемым за счет рекламы, и Channel 5, вещающим на пятом канале на основе постоянных лицензий. Всем пока, пишите комментарии, читайте комментарии, интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи.